МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Окруженные парламентарии приглашают жителей региона к обсуждению сразу трех социальных законопроектов. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Ненинский округ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Юбилейная 20-я деловая встреча пройдет с 16 по 18 июня. Ключевыми темами дискуссии станут новая экономическая реальность и поиск новых источников роста. Именно этому будут посвящены соглашения, которые планируют заключить администрации Ненинского округа. Как рассказал глава региона Игорь Кошин, будут подписаны два документа. С Центром развития государственного частного партнерства Ненинский округ планирует сотрудничество в профильной для предприятия сфере. Взаимодействие государства и частного сектора доказало свою эффективность и жизнеспособность в новых экономических реалиях. У нас есть на сегодняшний день только один пример ГЧП в сфере ЖГХ, это в селе Коткино, в то время как очень многие субъекты активно этим пользуются и привлекают дополнительные источники финансирования в свою инфраструктуру, в коммунальную, в транспортную, в социальную, что позволяет с одной стороны снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, а с другой стороны появляется возможность решать те или иные проблемы более эффективным способом. Второе соглашение будет подписано с Советом по развитию внешней торговли. Ее основная цель – привлечь инвесторов в окружные отрасли экономики, кроме нефтяной. Напомню, в 2014 году администрация региона подписала соглашение с президентом Роснефти Игорем Сечиным. Соглашение направлено на реализацию инвестиционных, финансовых, промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию автономного округа. Цель трехстороннего рамочного соглашения с Минкомом и Ростелекомом, подписанного в 2015 году, направлена на устранение цифрового неравенства в регионе. 96 миллионов рублей поступило на минувшую неделю в бюджет Ненецкого округа. 24 миллиона – это НДФЛ. Остальные средства – безвозмездные поступления с федерального бюджета. Между тем, расходы составили 371 миллион. Об этом доложила главная финансиста округа Татьяна Лагвиненко. На финансирование казенных учреждений было направлено 25 миллионов рублей. 32 миллиона ушло на содержание органов государственной власти. 167 миллионов в виде субсидий на исполнение госзаданий получили бюджетные организации. Социальные выплаты населению составили 65 миллионов рублей. Бюджетные инвестиции – 67 миллионов. Эти средства направлены на Ринмар-Даримстрою, на строительство дороги на Ринмар-Усинск. 503 тысячи в виде бюджетных трансфертов получили муниципальные образования. Госдолг по-прежнему составляет 3 миллиарда рублей. В целях недопущения роста дебиторской задолженности, а также в связи с разрывом между кассовыми поступлениями и кассовыми расходами в период массовых отпусков в текущем году, вводится ограничение по максимальному размеру авансирования расходов на проезд к месту отдыха и провозок багажа. То есть льготный проезд жителей округа в отпуск и обратно сохранится. При этом механизм авансирования льготной дороги будет изменен. У нас на сегодняшний момент очень сложная ситуация, особенно по июню, финансирование расходов. В связи с этим мы сейчас, наверное, сможем только плачевать заработную плату, отпускные налоги. И по остальным расходам вводим режим жесткой экономии. Поэтому, если говорить по фокусам, то зарплата и льготный проезд, конечно, мы выбираем зарплату. Чтобы обеспечить льготную зарплату, принимается такая популярная мера, как ограничение авансов на льготный проезд. Таким образом, в 2016 году максимальный размер авансирования расходов на оплату проезда к месту отдыха и провозок багажа не будет превышать 10 тысяч рублей. Постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. При этом, как подчеркнули в администрации Ненецкого округа, этот вид соцподдержки сохранится. Возмещение расходов на льготный проезд чиновники и бюджетники будут получать по возвращении из отпусков. В каждом селе Ненецкого округа необходимо сформировать пожарные дружины. Об этом заявил губернатор Игорь Кошин в ходе расширенного еженедельного совещания. Причина скорейшего создания добровольной дружины – пожар с погибшим в Индиге и возгорание травы в двух муниципалитетах. Новости из Тиманского сельсовета за прошедшую неделю неутешительные. В пожаре сгорел один человек. В тушении жилого дома принимал участие глава Тиманского сельсовета Олег Давыдов, о чём он сообщил главе региона на еженедельной планёрке. Игорь Кошин призвал руководителей муниципалитетов не участвовать в тушении пожаров лично, а создать эффективно действующую пожарную дружину. «Руководитель муниципалитета должен приложить все усилия, чтобы с пожарным постом ещё была работающая эффективная пожарная дружина. Давайте, чтобы в сентябре у нас была пожарная дружина. Хорошо? Эффективно работающая». С открытием сезона пикников на Ринмарском лесу начался экологический мониторинг, который проводят сотрудники профильного департамента. «В пятницу проводили совместный рейд, экологический рейд с прокуратурой. Было обнаружено, по выявлению несанкционированных словах, было обнаружено порядка 20 объектов. Хотелось бы отметить достаточно оперативное реагирование со стороны органов власти поселка Искателей и отсутствие такого со стороны города». Руководитель Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук сообщил о выполнении первого рейса по маршруту Наринмар-Усинск. Пока загрузка борта порядка 50%, но лётчики надеются на сезон отпусков. В регионе также продолжается работа по проверке организации на предмет постановки на налоговый учёт. По данным Межрайонной федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому округу, с начала года 39 юридических лиц зарегистрировали на территории региона 58 своих обособленных подразделений. Суммарная оценка налоговых поступлений о деятельности этих компаний составляет порядка 36 миллионов рублей. Средства поступят в окружной и областной бюджеты во втором полугодии. Валентина Чебич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На общественное обсуждение вынесены три законопроекта Ненецкого округа. Напомню, обязательному общественному обсуждению подлежат законопроекты по вопросам реализации мер социальной поддержки граждан, а также реализации прав коренных малочисленных народов, проживающих на территории округа. И затрагивающих иные социально значимые вопросы. Один из законопроектов направлен на эффективность и своевременность получения помощи ребенкам-инвалидам в многодетной семье. Проектам предполагается предусмотреть использование средств окружного материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Другим законопроектом предполагается то, что граждане в возрасте от 70 лет и старше будут оплачивать лишь 50% от общей суммы взноса за капремонт, а граждане в возрасте от 80 лет и старше будут полностью освобождены от уплаты взноса. Третий законопроект вносит поправки в окружной закон о предоставлении жилых помещений Государственного жилого фонда Ненецкого округа по договорам социального найма. В частности, уточняется понятие «нуждающийся в жилом помещении», категория «многодетная семья» и «основания для признания граждан нуждающимся в жилых помещениях». Кроме того, увеличивается цен соседлости в Ненецком округе с 10 до 15 лет. В поселке Искатели открылась часовня. Ее строили всем миром, а сегодня в Благовещенском храме часовни прошло освещение и ее открытие. В поселке Искатели открылся Благовещенский храм-часовня. Его осветил глава Наринмарской и Мизинской епархии Владыка Иаков. На долгожданном событии присутствовали все, кто помогал в строительстве храма. Он возведен на пожертвования граждан и организации при поддержке муниципалитета. Это не первая церковная служба в поселке Искателей. В 2014 году по благословению епископа Иакова в поселении открылся домовой храм. Он располагается в бывшем здании администрации поселка. В небольшом помещении прихожане общаются с Богом, крестят детей. Теперь для этого открыт Благовещенский храм-часовня. «Освящается храм-часовня сиян, окрептение воды все священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь». Строительство первого в поселке храма началось в июле 2015 года. Средства на закупку материалов и строительство жертвовали организации, предприниматели, жители округа и других регионов страны. Все понимали – в Искателей, где проживает более 8 тысяч человек, приход необходим. «Люди подходили, постоянно спрашивали, когда откроются женщины с колясками, бабушки. Ну, вообще разные люди подходили, и участие все принимали. То есть, когда субботник подходили, помогали, другие отзывались всегда на любые просьбы». Храм уже готов к проведению молебнов. Помещение обставлено церковной утварью, заняли свое место иконы. Главное из них – Троица. Рядом икона Благовещения Пресвятой Богородицы, лик Иоанна Кронштадтского, преподобного Сергия, святителя Николая. Маленькая обитель – первый шаг к возведению комплекса духовной культуры. «У нас будет храм большой, уже проект есть. Земля, слава Богу, отведена давно, почти два года назад. Место определено. Мы постараемся, чтобы здесь была красивая парковая зона, чтобы люди могли здесь приходить просто с удовольствием, приводить своих детей, получать утешение, духовное какое-то удовлетворение посреди многомятежного мира». Первая служба в храме-часовне состоится в субботу, 18 июня. О расписании последующих молебнов можно узнать у служителей прихода. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Порядка 250 жителей региона поддержали акцию по обмену книгами, которая прошла в Нарьинмаре. На площади Маратсей была установлена палатка, где любой желающий мог обменять свою прочитанную книгу на любую другую. Стартовый капитал, собранный организаторами, превысил три сотни книг разных жанров. Среди них сборники русских народных сказок, книги русских и зарубежных классиков и научная литература. Как отмечают организаторы, популярностью пользовались и детская литература, и научная, и произведения Беляева, Цвейга, Рида, Салтыкова, Щедрина. Одна семья принесла для обмена учебники по английскому языку. Они также нашли своих новых хозяев. Организаторы акции убедились, что такое мероприятие востребовано среди жителей региона. Поэтому, как сообщили в Департаменте региональной политики Ненецкого округа, следующим этапом проекта «Книговорот» станет установка специальных книжных шкафов во Дворце культуры Арктика и в аэропорту Нарьинмара. Там можно будет оставить прочитанные книги или обменять их на другие. Целью акции «Книговорот» стало приобщение жителей к культуре чтения художественной литературы и повышение роли книги в жизни общества. Чтецы из Ненецкого округа в числе лучших чтецов России. Шестиклассник из Нарьинмара Артем Долгобородов стал участником суперфинала конкурса «Живая классика». Победу в творческом испытании ему принесла сказка Степана Писахова «Смавар». В числе одиннадцати лучших шестиклассник второй городской школы вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Юночь-тецов. Живая классика». Конкурс проходил в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». В состав профессионального жюри суперфинала «Живой классики» вошли актеры Ивана Хлобыстин, Сергей Гармаш и Михаил Полицеймака, режиссеры Егор Кончаловский и Борис Грачевский, телеведущая Светлана Сорокина, журналист Константин Мильчин. Для Артема Долгобородова это уже не первый опыт участия в подобном конкурсе. Впервые за четыре года представитель от Ненецкого округа дошел до суперфинала, который состоялся в Москве, где на Красной площади «Юные дарования» прочитали отрывки из художественных произведений русских и зарубежных авторов. Артем читал отрывок из произведений Степана Писахова «Пляшет самовар, пляшет печка», чем произвел особое впечатление на одного из членов жюри конкурса – Ивана Хлобыстина. Победа и возможность поездки в город-герой Артему досталось не сразу. Я победил отборочный полуфинал, и в финале сначала меня не выбрали, но потом решили изменить свое положение и взяли меня. Ты волновался, наверное. Да, я очень волновался, и, может, поэтому с первого раза и не получилось. На следующий день мне написали, что Артем, ты будешь выступать, и я очень обрадовался. Во всех начинаниях мальчика поддерживает его мама Марина Вячеславовна. Она признается, что на протяжении всех этапов конкурса не могла сдержать волнение. Я, наверное, больше, чем он. У меня и руки, и ноги ходуном ходили. А он, как мне показалось, очень спокойно выступал. В суперфинале принимали участие дети из Пензенской, Тверской, Ярославской, Астраханской, Сахалинской, Саратовской областей, Республик Мордовия и Кабардино-Балкария, городов Москва и Санкт-Петербург. Не дошли до суперфинала, но показали отличный результат десятиклассник Александр Сисей из второй городской школы, а также Ирина Корниенко, десятиклассница из первой школы. Для Александра участие в конкурсе стало уникальной возможностью вернуться в полюбившийся ему детский лагерь «Артек». После поездки первой мне очень хотелось вернуться обратно. Я узнал об этом конкурсе, что главный приз будет поездка в «Артек», и приложил все усилия, чтобы сделать эту победу. И всё-таки мне удалось это сделать, и я поехал снова в «Артек». А вот для Ирины Корниенко это была первая поездка в «Артек». Первая, но не менее запоминающаяся. В «Артеке» я побывала первый раз, и когда я туда приехала, мне сказали, что «Артек» меняет людей, и домой ты вернёшься совершенно другим человеком. Ну, я сначала не поверила, но действительно, вернувшись после «Артека», и пережив все эти эмоции, и безумное количество впечатлений, я поняла, что эти слова были действительно правдой. Конкурс «Живая классика» призван привлечь внимание широкой общественности к возрождению традиций семейного чтения, расширению читательского кругозора детей, поиску и поддержке талантливых детей. Елена Семёнычева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Призёр всероссийского конкурса «Доброволец России-2015», финалистка конкурса «Мисс Молодёжь» и победитель конкурса «Лидер года». Это только некоторые из регалий, уже присвоенных молодой и активной жительнице Ненецкого округа Екатерине Тарасовой. Открытая и приветливая она нашла своё признание в созидании добра и творчества. Всем привет! Меня зовут Екатерина Тарасова, мне 24 года. Все мы хотим сделать свою жизнь интересной и насыщенной, и у каждого из нас свой способ для достижения этой цели. Я занимаюсь волонтёрством, работаю в сфере культуры и увлекаюсь творчеством. Мне нравится создавать необычные вещи своими руками. Большую часть своего времени Екатерина уделяет работе в творческой студии «Чудо-ручки». Она проводит различные акции, мастер-классы, кружки и участвует в мероприятиях других организаций. Вокруг себя девушка собрала немало увлечённых творчеством людей. Она занимается с трудными подростками, многодетными семьями и многими другими жителями округа. Очень приятная девушка, очень всё доступно, понятно всё объясняет, показывает, помогает. И взрослым, и детям. Здорово. Мне тоже нравится. А что тебе особенно понравилось в работе? Мне понравилось, как надо пришивать вот это. Молнию? Да. Свою жизнь Екатерина выстилает ровными стишками. В жизни, говорит она, как и в творчестве, надо пробовать, чтобы получить результат. Идя уверенно по жизни, она стала победителем регионального конкурса лидеров детских и молодёжных объединений Ниньского округа. Лидер года. И тогда как-то появилась, в принципе, может быть, какая-то уверенность даже в своих действиях. То есть, ну, не бывает какой-то, может быть, победы или полупобеды, и всё, и человек останавливается. Я считаю, что какие-то такие достижения – это только подтверждение того, что ты двигаешься в нужном направлении, в правильном. Важно отметить, что Екатерина выдвигается кандидатом на премию президента России по поддержке талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта образования. Уже этой осенью победители регионального конкурса «Лидер года» представят наш округ на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». А 7 июля в Москве состоится торжественная церемония награждения финалисток и присвоения титула «Мисс Молодёжь». Для участия в этом конкурсе Екатерина представила проект «Чудо своими руками». Это игрушки, сделанные руками обычных людей, по рисункам воспитанников детского дома. Идея реализовать его у Екатерины родилась больше года назад, когда региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи объявил конкурс грантов. Жюри идея не показалась привлекательной, и акция была отложена. Но желание поработать над игрушками для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осталось. Новым толчком стал конкурс «Мисс Молодёжь». И Екатерина решила, что это отличный повод больше не тянуть с началом проекта. «Стали ходить в детский дом, ну вот в основном я ходила, мы стали рисовать с ними, то есть как бы с ребятами проходили занятия, мы с ними рисовали, просто на какую-то свободную тему, там может быть какое-то любимое животное, или с кем бы ты хотел дружить, если бы какое-то существо нужно было придумать. И у нас скопилось достаточно большое количество рисунков». Заключительным этапом стал праздник в детском доме, когда каждый воспитанник получил в подарок игрушку ручной работы, свой рисунок, оформленный в рамку и сладкий приз. Благородная миссия нашла признание членов жюри российского конкурса «Мисс Молодёжь». Екатерина Тарасова вошла в число 33 финалисток из более чем 5000 участниц. Еду туда не за победой, еду просто посмотреть, посмотреть может быть с кем-то как-то, пусть не подружиться, но хотя бы наладить контакты, чтобы уже можно было вместе какие-то проекты делать межрегиональные, это всегда интересно. Активная и целеустремлённая Екатерина не собирается останавливаться на достигнутом. В творческих планах продолжение работы над творческим проектом «Творим сказку», а также глобальный проект по изготовлению игрушек для кукольного театра на тему ненецкой сказки. В планах у Екатерины снимать его на видео и использовать этот ролик в образовательных целях для ребят как города, так и всего ненецкого округа. Анастасия Саботович, Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.